Так, Аленка, нам сейчас с тобой нужно натереть морковку и порезать капусту. Помогаешь мне? Да! Я думаю, что приучать нужно не ребенка, а себя в первую очередь. Если мама будет каждый день готовить, каждый день прибирать, стирать, там, не знаю, гладить вещи, то и ребенок это будет делать тоже вместе с мамой. Да, поэтому мы прибираемся с музыкой, готовим вместе вещи, гладим тоже с музыкой. Все это выглядит для ребенка, как игра. Мы с сыном живем вдвоем, поэтому он растет настоящим мужчиной. На лето мы уезжаем за город, тут у нас раздолье для ребенка вместе. Миша всего два с половиной года, но он настоящий хозяин. У нас нет похвалы в виде сладостей, просто волшебное слово спасибо. Я обожаю лето за возможность выехать за город и показать детям не только разные игрушки, занятия, развивашки, а действительно приучить их к труду, чтобы они сами руками попробовали и вместе с вами что-то сделали. Вот, какие лайфхаки я использую? Ну, во-первых, раз у меня росло двое мальчишек, это всегда дай пять. Опа! Все, красавчик, давай пять. Справился? Это мотивирует и это заряжает. Второй лайфхак – это то, что я будто бы разговариваю с тем предметом, с которым они работают. Цветочки говорят «М-м-м, какая вкусная водичка, да?» И третий момент – мы всегда находим выгоды. К примеру, ребенок мне помог убрать яблоки, а после этого мы сделаем для него яблочный сон. Кручок! Вкусно?